В актовом зале городской администрации немноголюдно. В президиум мэр да председатель горсовета. Среди слушающих бывший первый зам, редкие чиновники муниципалитета да студенты юринститута. Изменения в устав коснулись должности первого зама. Протест прокурора города Оренбурга 30 сентября 2019 года предлагается исключить из устава норму о согласовании Оренбургским городским советом назначение первого заместителя главы города Оренбурга. Правовым основанием для внесения данных изменений послужила также практика Верховного суда Российской Федерации по ряду других муниципальных образований. На этот вопрос местного самоправления широкая общественность, вероятно, не тронул. Не тронули и другие изменения в устав, касающиеся, кстати, кошелька самих горожан. Передача из компетенции Оренбургского городского совета полномочиям администрации города Оренбурга вопросов по установлению размера платы за содержание жилого помещения. Для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. И тут, как говорится, вместо леса рук – гробовое молчание. Мэр был вынужден цитировать полное отсутствие внимания к процедуре и завершению мероприятия. Как говорится, всем спасибо, все свободны. Если никто не изъявил желание и не уведомил об этом на регистрации аппарат, то, соответственно, считается, что выступающих нет. Тогда коллеги-публичные слушники по проекту решения Оренбургского городского совета объявляют закрытым. Благодарю всех за участие. Спасибо. Собравшиеся поспешили на выход. Горсовета в декабре остается лишь утвердить принятые на общественных слушаниях изменения в городской устав. Субтитры создавал DimaTorzok